Эльдар, как признаться в любви? Юлия Новгородцева. Вопрос банальный и стар, как мир, но почему-то он по-прежнему актуален. А знаете почему? Потому что всегда есть страх неопределенности. Вроде бы, что тут сложного? Сказал человеку, что тебе нужно с ним поговорить, отвёл его в сторону и говоришь, я тебя люблю. Вроде просто. Но а вдруг человек ответит, э, ты что, охуел что ли, блядь? Нет, ну вряд ли, конечно. Но ведь может, по сути, быть, теоретически. Этого ты и боишься. Что тебе останется в этой ситуации отвечать? Прости, пожалуйста, меня, что я тебя люблю. Я такой долбоёб. Мне так стыдно за себя. Да? Мы ведь все этого боимся. Вроде бы, как бы да, но всё равно кажется это абсурдом. На самом деле, проговаривать такие вещи очень важно. Мы переносим страх из бессознательной части в сознательную. За счёт чего он становится более понятным, а значит, менее страшным. Никакой человек в мире никогда так тебе не ответит. Но прокрутив несколько раз этот нереальный диалог у себя в голове, ты доводишь его до абсурда и просто перестаёшь его бояться. И вообще, зачем признаваться человеку в любви? Если ты любишь человека, попытайся с ним замутить. Если замутить нереально, то и не надо признаваться. Ни тебе, ни ему от этого не будет легче. Хоть раз такое в жизни было. Ээ, слушай, я как бы тебя люблю. О, понятно, я тоже тебя люблю. Давай займёмся сексом. Нет, такого никогда не было. Как правило, бывает вот так. Ээ, я как бы тебя люблю. Ой, а я как бы люблю твоего друга. Вот как бывает в жизни. Не всегда, конечно. Не ссыте, не меньшуйтесь заранее. Ваше признание абсолютно ничем вам не поможет. Оно только усугубит ситуацию. Ну а если просто охота нассать кому-то в уши, а накопившиеся внутри у вас чувствах, то для этого есть друзья. И их уши всегда рядом с вами. Задавайте вопросы Эльдару Бродвее, я на все на них обязательно отвечу. И жмите на кнопку и подписывайтесь на наш канал. С каждым твоим репостом Легион Бродвее Шоу становится сильнее. Заказывай любой товар в мире через группу Эксклюзив Шоу. Ссылка в описании.